Беатрис Поттер «Погуляйте в полях или вдоль улочки, но ни в коем случае не ходите в огород мистера Макгрегора. С вашим отцом там приключилось ужасное несчастье. Миссис Макгрегор испекла из него пирог. Ну, бегите, не попадите в беду, а я пока пойду по делам». Затем миссис Кролик, взяв корзину и зонтик, отправилась прямиком через лес в булочную за буханкой черного хлеба и пятью сдобными булочками с изюмом. Флопси-мопси и хвостик, которые были послушными крольчатами, поскакали вниз по улочке и принялись собирать ежевику. А вот Питер, который очень уж любил проказничать, убежал прямиком к огороду мистера Макгрегора и пролез под калиткой. Сперва Питер полакомился листьями салата и фасолью, а после принялся за редиску. А потом, когда ему уже стало плохо, пошел искать петрушку. Но как только Питер обошел парник с огурцами, на кого же он наткнулся? На мистера Макгрегора, конечно. Мистер Макгрегор сажал молодую капусту, стоя на четвереньках, но тут же подскочил и погнался за Питером. «Стой, ворюга!» – кричал мистер Макгрегор, размахивая граблями. Душа у Питера ушла в пятки. Он бросился на утек и заметался по огороду, ведь совсем позабыл, как вернуться к калитке. Пробегая по капустным грядкам, он потерял правый ботиночек, а потом в картошке потерял и левый. Без ботиночек Питер помчался на всех четырех лапках. Так он был куда проворнее и, наверное, мог бы даже спастись от погони. Вот только ему не повезло. У крыжовника он налетел на сетку и застрял, зацепившись большими медными пуговицами своей голубой курточки. А ведь курточка, надо сказать, была совсем новенькая. Бедняга Питер решил, что пропал. Он заплакал горькими слезами, но его всхлипы услышала тройка знакомых воробьёв. Они подлетели к Питеру, ужасно взволнованные, и стали умолять его не сдаваться. К ним, наконец, приблизился Макгрегор, прихвативший с собой решето, которым намеревался накрыть Питера. Однако крольчонок как раз вовремя выпутался из курточки и, бросив её, умчался прочь. Забежав в сарай, Питер нырнул в большую лейку. Отличное могло бы стать укрытие, вот только в ней было слишком уж много воды. Мистер Макгрегор даже не сомневался, что Питер шмыгнул в сарай и спрятался, например, под каким-нибудь цветочным горшком. Поэтому он принялся осторожно переворачивать их один за другим. Но тут Питер вдруг как чихнул. «А чем?» И мистер Макгрегор, конечно же, тут же его обнаружил. Он попытался наступить на Питера, но крольчонок успел выпрыгнуть в окошко, уронив при этом три горшка с цветами. А вот мистер Макгрегор в небольшое окошко пролезть не мог, да и устал он уже гоняться за Питером. Поэтому попросту вернулся к своей рассаде. Питер присел отдохнуть. Он совсем запыхался, дрожал от страха и понятия не имел, куда бежать дальше. А еще он ужасно вымок, пока прятался в лейке. Спустя некоторое время Питер решил осмотреться. Прыг-скок, прыг-скок. Медленно, постоянно оглядываясь. Наконец, он обнаружил дверь, но она оказалась заперта, и упитанный крольчонок никак не сумел бы под нее подлезть. Через каменный порог туда-сюда сновала старая мышь. Таскала горох и бобы своему семейству, обитающему в лесу. Питер спросил у нее, как вернуться к калитке. Но мышь держала во рту такую большую горошину, что не смогла произнести ни слова и только покачала головой. Питер заплакал. Потом он попытался найти дорогу напрямик через огород, но только сильнее запутался. Вскоре Питер вышел к пруду, где мистер МакГрегор обычно набирал воду в лейке. У пруда сидела белая кошка. Она наблюдала за золотой рыбкой и совсем-совсем не двигалась. Только кончик хвоста нет-нет, да и подергивался, словно сам по себе. Питер подумал, что с ней лучше не заговаривать. Он слышал о кошках от своего кузена, маленького Бенджамина Кроля. Питер направился обратно к сараю, но вдруг расслышал совсем рядом скрежет тяпки. Скр-скр-скр. И тут же шмыгнул под куст. Но вскоре, когда ничего опасного не произошло, он забрался в деревянную тачку и выглянул из-за бортика. Первым делом Питер увидел, как мистер МакГрегор разрыхляет землю у луковых грядок, стоя к тачке спиной. А за ним виднелась и калитка. Питер тихонечко выбрался из тачки, а потом во весь опор помчался вдоль дорожки, что лежало за кустами чёрной смородины. Мистер Макгрегор увидел его только на повороте, но Питеру было уже всё равно. Он проскользнул под калиткой и, наконец, очутился в безопасном лесу. А мистер Макгрегор нашёл маленькую курточку с башмачками и повесил их на пугало. Отгонять дроздов. Ну а Питер бежал без оглядки до самого дома у подножия огромной ели. Он так устал, что сразу же рухнул на мягкий песочек, устилавший кроличью нору, и закрыл глазки. Его мама, занятая готовкой, увидела Питера и очень удивилась. Куда же он опять подевал свою одежду? Питер потерял курточку и ботиночки уже второй раз за всего-то две недели. Очень жаль, но в тот вечер Питер чувствовал себя не очень хорошо. Мама крольчиха уложила его в постель и заварила ромашковый чай. Вот тебе перед сном одна столовая ложечка. А вот Флопси, Мопси и Хвостик получили на ужин хлеб с молоком и полакомились ежевикой.